Здравствуйте. Спасибо большое. Меня зовут Занислав Довиловский. Я представляю научный центр прикладного микроэнергии в городе Новый Петербург. Тема моего доклада называется исследование дефракции спиритических волк на сетчатых интеррегуляционных фильтрах с помощью ледонимных изображений. Я просто перекладываю низкового управления, а высокого центра. Понятно. Спасибо. Да, я повторю. Тема моего доклада исследование дефракции спиритических волк на сетчатых интеррегуляционных фильтрах с помощью ледонимных изображений. Мой доклад сегодня является заключительным, но мне, по крайней мере, все-таки придется погадать некоторое количество энергиалов. На самом деле я бы хотел рассказать о научной церковной работе одной из тем, которая ведется в нашей организации. и эта работа связана с разработкой и моделированием перспективных образцов частотно-селективных структур для применения до волометрических приемников с церковью цифрового диапазона. Эта работа, как и полагается, должна состоять из трех частей. и первая часть – это построение неких достаточно детальных математических моделей, что достижет у нас искусств. Вторая часть – это продолжение новых рынок построения для оптимизации применительных полометрических биомников. И третья часть – это построение уже опытных образцов. И в этой третьей части мы уже сейчас активно надеемся на сотрудничество, как в России, так и в другом. Начну я с некоторого обзора, как вы хорошо знаете, для того, чтобы использовать полометрические приемники в задачах электрометрии требуется оборудовать их дополнительными частотно-селективными устройствами, которые могут иметь разную реализацию, первого варианта, какие-то шишелей под микрополосковые на единые подложки дополнительными антеннами, которые могут быть интегрированы с самого антенного точечные элементы, ну, как в данном деле линзе Геича. И третий вариант – это некоторые частотно-селективные инструктуры, которые стоят прямо на пути, принимая волны излучения еще до расположения антенн. И вот нашему вниманию мы заинтересовались такими структурами, как интегрированные фабри-перо, у которых в качестве отражателей используются многокроволочные индустрии сетки. То есть есть истечная структура. Понятно, что в тракторе в том, где обладают истечную структуру, она имеет очень маленькую течень, на самом деле она имеет порядок десяток микрон. и очень дорогие индустрии, которые имеют толщину порядка единицы, может быть даже повышение часто или еще гуще, еще меньше. Но технология создания таких сеток, и их взаимные сировки сетки их параллельность сложна без электричества достаточно строго. Сетки технологии уже были заявлены в середине 60-х годов, где две сетки отположены на руку достаточной степени точности пределы этого мембраны. После этого появились варианты, в которых такой сетчатый пирометр мог быть перестраиван и механизм перестраивания частоты имеют разные природы. Это могло быть механическое перемещение сеток друг и длить на друг в данном случае. Одна из сеток статонарна, а другая установлена на мембрану акустического узора. И с помощью него осуществляется периодическая механическая перестраивание частоты. Также уже света, которая длится в 95-м году. Это реализация такого перестраивания механических резинатора по генералу сечества в креогенном корпусе с помощью данных для генератора. Для нас представляет интересная следующая задача. Что будет, если расположить такую структуру, в области структуры были оптимизированы для работы с плоскими волнами. т.е. получать одни прокурсируемые быстро антенные излучения имеют как характер в базе плоской волны и прочитать изнаношен простой. Интерес представляет возможность инкегрирования такого интегрирования прямо непосредственно влезти его с уменьшения объема и размещения их в некотором общем достаточно малом указательном объеме. И в такой территории предположить расположенные антенны антенны существенные изменения устройства. На первом издании нашей задачи было определить как такая структура воздействия на параметры излучения и соответствия метро-гуманутической контент для этого требуется разработка дополнительного энергетического момента решения. Структура, о которой я говорил, есть примерно таким образом. Есть структура из двух параллельных сеток, из которых например если требуется перестраиваемый фильтр, то задание может быть приближаемым. Эта работа решалась энергетически. Эта задача решалась энергетически. Здесь мы рассмотрели две задачи. Первая это маленькая длина волны горизонтальная электрическая антена и электрический диполис положены на некоторой высоте над параллельными другими сетками, каждая из которых состоит из параллельных двойников. Вторая задача это вертикальный электрический диполис на некотором расстоянии над двойной сеткой, которые имеют квадратную ящейку и идеальный протекающий сопроводитель. В каждом случае мы предполагаем, что размеры ящейки мало по сравнению с длинной волной, а толщина поводников сетки малого по сравнению с шаром. Для решения задачи были использованы два условия. первая это усреднённые граничные условия, которая описывала сетку. В данном случае несмотря на то, что антенна наводит достаточно сложное распределение токов на каждом сетке. С точки распределения поля, которая связана с пределом сетки поля с помощью соединённых граничных условий на здоровье. Эти условия позволяют фактически свести задачу к прямой задаче пределения. И так используется подход, который называется медленно мнимым сражением. В соответствии с этим подходом поле всех токов, которые с одного есть антенна на сетке, можно создавать как поле некоторого мнимого источника, которые другим образом расположены на зоне. Вот решение сдачи начинается с рассмотрения оборудования генойцев. Почему на самом деле были выбраны две конфигурации кругняков? Потому что они являются с способными популяризациями с осматривающими моделями. И это приводит к тому, что сдача региона вектора не окращается с колярами. И оно, на самом деле, более поставлено решение экономическое состояние. Применяется преобразование земля, которое означает размножение поля по плоскому углу. И из трехмерного выравнения получаются обычные одномерные выравнения и передачи. Решение, которое ищется с помощью бегущих водорей против нормальных волн. И с помощью граничных услуг поля преобразованных в поле находится процент прохождения этой волны в поле пространства через две тиксели. и затем практическое решение заключает в том, что настоящее распределение поля в физическом пространстве может быть получиться полностью обратно. при образовании 3. Но это приводит к империалу мудрофильта, который очень неудобен для получения численного решения. Поэтому здесь мы идем другим путем это новый путь решения задачи есть коэффициент ограбления при распределении разрастает свой ряд физические разложения представляют собой разложение по волнам бесконечного количества мимых разложений. По подобным тому, как два параллеля другого зеркала образуют бесконечное беспокойство изображения одного же точку насточника. Так и два сетчика вверх. Но только их интенсивность не бывает при увеличении номера изображения. Таким образом, поле, прощающее через предостранство будет бесконечным уголом с побывающим и институты. И источники этих полны расположены дискретно с расстоянием с разным угольным расстоянием мероприятия. Здесь для каждой этой полны есть нефиксен прохождение данной волны, которая представляет собой волны оборудованы высокие решения выбираются таким образом. Есть стульные уголны, которые представляют собой уголны, оборудованы бесконечным числом минимум изображений. точка наблюдения в данном случае под экраном. И мы смотрим прошедшее поле. Здесь мы видим конечный числового мнения изображения. условно негатив так и последнее справляемое поле самового и поле свободы сна. Можно из сравнения вида и поле каждому изображению даже не делая но я просто перейти к решению физического пространства. Это просто аналогия. И это поле получается в таком виде. Это поле линейного распределения тока. Поле каждого линейного изображения — это поле бесконечного линейного тока. Но этот линейный ток распределен не в физическом раздражении, а в физическом раздражении всей изображения находится в этих зеркальных прыжках. Но появляется еще линейная дополнительная четвертая ось Т, в которых мы должны применять отображения. В отличие от интегровала Замерфельда, интегровала в таком виде является очень быстро сходящей в силу экспоненциального выдувания от интегрального выражения. Это уже линейный интегровал одинарный, и он гораздо быстрее используется. Поэтому это решение гораздо более удобно и действительно очень удобно. Аналогичный подход используется для отраженного, для того, чтобы все линейные изображения на городе джабс-миньи. Но потом, зная вооружение для риза потенциала, мы находим уже электрическое поле. Так аналогичный подход делается с квадратной щейкой, но надо сказать, что там получается, вообще не выражаясь в виде интегрованных функций, а требует увеличение общенной гипроэнергетической функции. Но в основном, действительно, требует этого не задать. Вот некоторые примеры, полученные результаты. Здесь это похоже на загад. Вот одно — это, на самом деле, распределение ближнего и променуточного поля такой системы в качестве вот этой синей полоски, которая идет в качестве презентации на нулю. Это объем резонатора фабрики РО. То есть я просто не нарисовал поля для него, он показан синим на всем слове. И изображен только поля над светками и под светами. Здесь резонатор же будет расположение сборного гиполя. Ну, известно, что для падающей плоской волны резонатора такой фабрики РО имеет резонанс на некоторых разных частотах, и падающая плоская волна на ней полностью приходит. Воздущая мягче потерь. Что же получается здесь? Здесь, во-первых, за счет сечести этих верхов, эта сетка имеет индуктивный характер. Ну, ее можно зарубиться, как и характеризовать гипотезанцией, но она имеет индуктивный характер. И поэтому резонанс на счета смещается вниз. Перепродолжение в толщине, скажем, если мы выберем толщину, в одиннадцатом равной половине, если не ровной, в свободном ростанции, как это обычно делается, на чистоте 1 теракет, то есть расстояние вален с сетками будет 150 мкм, то ее резонанс на счета будет, на самом деле, не 1 теракет, а меньше, где-то 0,8 теракет. Ну, и, конечно, она зависит от толщины круга по расстоянию. И здесь вот эти цифры переведены для периода сетки 60 мкм, и толщины круга по 1 мкм. Вот, и сейчас мы находимся ниже резонансы. Значит, это наша часть теракета. Что получается, что при низком расположении из источника над сетками и при дальнем расположении поле практически никакой. И при этом фамируется некий узкий такой луч, мощность которого гораздо меньше, чем поле сверху. То есть все в основном отражается. Теперь перейдем на частоту близкого признанца. 0,8 теракета. Ну, как видно, поле стало гораздо, замените, проходить в нижнем поле оттранспа, то есть проходить из военноусечественной структуры, хотя каждая из сеток отражает очень хорошо сама по себе. И вот можно получить решение даже для очень близкого расположения источника как в присутствии сверху структуры. Здесь применимость метода средневно-граничных условий не представляет приблизить поле ближе, чем на расстоянии порядка периода сетки. Но это может быть вполне нижняя зона, то есть расстояние меньше для него. Ну и теперь то же самое, только больше резонансово. Вот опять поле стало проходить меньше, но этот ключок, он расширяется. Значит, на самом деле это просто регистрация того, что поле может быть расчистлено в ближней зоне. И таким образом полностью решена задача променительной сгонективности, только как рост, как распространение звездной волны антенны и сетчатого фильтра под реперок. Что, в частности, например, позволяет нам найти, как меняется оправданное сопротивление и принесение к конструкции. Но обычно все-таки интересно, как идет себя поле. Вот если мы зафиксируем некоторую точку напряжения на оси системы, ось образована на магии к светильческой структуре и проходит через точку отположения исходного рекорда. И будем смотреть поле вот на этой оси на другом, на другой стороне. Общайшее поле, на котором вошло на стояние, вот в структуре. Как оно будет меняться с результатами? Здесь я выиграл и показываю, как ведет себя в битвуках. А, я не знаю, где-то так называют коэффициент прохождения. Это хороший вопрос, как это является коэффициент прохождения или стерической волны. Для плоской волны не знаю, что такое коэффициент, это отражение и прохождение. Видите, мы договоримся, что коэффициент прохождения мы назовем отношение амплитуды поля-не поля при наличии сетки к амплитуде поля-не поля при сетке к полю сработанного дата. И вот значение этой величины равной единицы говорит о том, что сетка становится, ну, значением данной вершины наблюдения позрачнее для поля тенденции. И вот, значит, если мы отойдем в некоторое расстояние, вот синяя кривая — это примерно пять длиннолг, вот получим такую кривую. Если отойдем на расстояние порядка пятидесяти длиннолг, покраска длиннолг, а если на расстояние где-то длиннолг, то длиннолг. Эта кривая показывает, что уровень такого резонансного прохождения поля можно достичь только уйдя достаточно далеко. Ну, собственно, мы всегда интересуемся отношением к точке наблюдения поля-неализуем, поэтому это, как раз, и страшно. Ну, и здесь вот показана такая четвертая характеристика этого ГСН-прохождения, определенного таким образом, но при разных плотностях сетки. Синяя кривая — это размер лечения 50 микрон, красная кривая — 60 микрон, и зеленая кривая — 70 микрон. Видно, что при изгущении сетки, во-первых, становятся уже резонанские характеристики. Здесь, в частности, при этих параметрах, ширина волосы первого резонанса меняется в 12% до 6%. Ну, если ничего больше сделать, волоса будет еще лучше. Ну, и сдвигает сами резонансные частоты, как первого резонанса, так и второго. Второй резонанский вид более шелково позже, чем первый. И вот здесь показано сравнение, как сходится зато проритм учитель. Дело в том, что для вычисления этих картинок мы должны, во-первых, стереотическое интегрирование, но там все достаточно хорошо, поскольку этот интеграл сходит очень быстро. Но также предварительно суммирование, вообще говоря, бесконечному числу этих элементов отображений. Но нет, так как их амнитуды бывают, мы можем обладать разряд в некотором количестве, чем. Ну, вот здесь показано, как видят себя амплитуды схвата технических изображений. С самостоянием зарядка и переотражения они убывают. На самом деле, для получения решения по полю с большинством 1% достаточно обычно 10-12%. Но с уменьшением годности сетки исходим из миллионов. Здесь вот показаны, как выглядит диаграмма натуральности или боли, без сетки, это окраска и грамма, и вот с такой двухчисотной сеткой. Ну, именно, для различных частот. Эти картинки были построены с помощью, на самом деле, других формул. То, что я вам показывал, с помощью этого был произведён синтетический переход в дальнюю зону, если формул сильно просиделись. Там уже не нужно было предоставить ни в коем дегрировании, ни в коем дегрировании. Это были просто обычные формулы, я могу видеть. Так что, расчёт поля в дальнюю зону совсем интересная для некоторых условий. И вот, даже можно было получить поле резонанс. Что такое поле резонанса? Это когда мы требовали, чтобы на заданной частоте, под заданным управлением, поле этой системы было такое же, как поле резонанс. И поле свободного станка. То есть, чтобы для заданного управления, для заданной частоты, сетка, вот эти структура этих сеток была подрочена. Ну, вот этого действительно удается достичь. И вот, есть такое уравнение, которое сказывает резонанское расстояние, дежурный шкалай, УВТ, которым должен это заниматься, и наблюдаться. Ну, это номер резонанса. Ну, и как вот, некий параметр сетки, который зависит от длинного управления, от южной сетки, от разницы крючков. И вот, значит, здесь мы видим как раз случай, когда это условие выполняется для направления прохождения волн, то это направление нормальное. То есть, это равно 80 мёртв. Если мы поставим, то вот перед этих параметров, как здесь указано, мы получим резонанс управления 180. На частоте 08 дорогие. И здесь видно, что, действительно, чёрная кривая совпадает с красным под этим управлением. Ну, то же самое наблюдается, как в этой ситуации, для обратного вращения. Но на остальных, у ВАР, эта диаграмма не совпадает. Можем сделать прохождение из этого. Ну, если что, в верхней половине не наблюдается на дифференции, там вообще, может быть, какое-то количество дисков. Потому что исходная антенна была не направлена. Если мы исходная антенна, вместо диполия возьмём направление, то нас не будет так сильно интересовать упражённое поле, сколько прошедшего. Но вот для прошедшего поля всё равно получающаяся диаграмма с фильтром получается уже, чем для диполиса злобной пространства. Это уже уже будет дел. То есть злоб делан такой, что диаграмма всё-таки исхажается. И, к тому же, это исхажение зависит от такой частоты. Ну, и здесь так. Можно увидеть, что при понижении чистоты относительно резонансы значение мощности этого диска уменьшается. Это связано с тем, что в условии резонанса при понижении чистоты не выполняется вообще ни в каких уголках. То есть здесь просто система переследует впускать движение. А при повышении частоты высокая резонанса выполняется, но уже для других углов. То есть здесь вы видите, что чёрная кривая касается красную, не в другом свойстве, в один в другом углу. То есть это говорит о том, что, ну, в принципе, на каждой частоте выше резонанса. Из всего пространственного спектра этого поля-неполя, когда мы раскладываем его по плоским волнам, каждая волна отражается сама по себе. И среди них и во каких-то плоских волн обязательно найдётся такое направление, которое внутри всего резонанса. Вот. Ну, опять же, если мы видим интересовое затопное направление по полной нормали, с 80, тогда мы будем видеть, что на резонансе в соотношениях чистоты на похождения равна единице, а при понижении и при повышении она уменьшается. Но в силу здесь разных физических причин. И, в принципе, такое поведение является достаточно хорошим. Если мы хотим размещать какую-то структуру обочие действия от антенны, тогда мы должны позаботиться о том, чтобы условия резонансов соблюдалась одинаково на каждой частоте для разных отбрасанных гармоний этого поля. и для этого некие наши планы, но эта работа уже значит полагается прийти к осмотрению вывода этого. Это когда есть резонанс по-прежнему сделан на сет, но между сетками пространство заполнено некой искусственной следой с сильной пространственной дисперечкой как мы называем. То есть это некий объект материал, который сделан из металлических объектов. Я пока не могу рассказать вам, что это конкретно материал, но на самом деле вы видите, как называемое объявление. И, как нам кажется, мы продолжаем исследовать предъявление, что уже не будет искажения формы программной направленности на резонансы. И при соблюдении правенства рабочей частоты мы получим по крайней мере прохождение в очень похожих органах. Вот так как мы занимаемся сейчас. Спасибо за внимание. Можно я тогда начну с вопроса? Дело в том, что как-то предваритель институции сразу же выяснил, что есть предложение центра предварительная динамика. Посаду и учить знания. Уже есть межрисопрошение с чатом, особенно правда, в ренте пока еще отходить деятельность не увеличен. Хотя, его руководитель, Сергей Степанович, был мой давний хороший знакомый, у нас с ним много разных планов и реализованности. мне бы хотелось задать вопрос, что можно было бы предложить конкретному сотрудничество с частности вашей доклады. Я так внимательно посмотрел, но по крайней мере две идеи у меня на скидку есть. Одна, может быть, в нашу сторону. Вы сами сказали, что интересно было бы попробовать раскрыть эту структуру, поставить перед каким-то чувствительным элементом, перед матрицей, и поглядеть. Наверное, мы могли бы обгубить эту вещь. А с другой стороны, мы не в обратную сторону предложения. Опять же, я сожалею, что у нас целевая аудитория не очень хорошо получается. Например, ваши разговоры на сережу Шипов, который ищет только ездить. Занятие с хорошим компетентным градусным электродинамическим мобилированием, они у нас тоже здесь торчат, и торчат в полный рост, могут еще обратить внимание. У нас есть некоторые трудности понимания того, что у нас создаётся. Вообще я дополнительный человек, который мог разгрануть под другим углом, но компетент правильно, мне кажется, что здесь подходят вполне солидные модулы, и нам нахоже. что могли предложить? Я предложил вам такое. На самом деле по моделированию мы используем некоторых сложных геонетических контентов. Мы занимаемся подобными решениями и конференции к нам обратились представители технического университета Берлина и заинтересовались совместной работой с нами и предложили нам участвовать в технических контент с кремниевой линзой и предсказание широкой классной частот. В общем, это такой вопрос. И вообще вопрос в основании внутренних контентов и приемников это такой ненужный вопрос. Нам конечно было бы интересно участвовать в линзе в правильной работе. Что касается именно этих структур. Здесь мы будем искать возможности для реализации, но наверное все-таки после окончательно ответа на вопрос как должна быть встроена структура максимальным образом соответствовать своему обезначению. Мы происходим из того, что есть. Я показывал, у него очень давно производится. Можно ее просто положить и к чему это и как сделать так и можно чтобы это не прелоги, что потом. Я надеюсь, что после этого второго шага более интересно увидеть этот вопрос, когда уже выискали какие-то выискали реализацию на тюнязи. Спасибо. Игорь Михайлович Баранов наш партнер буквально сегодня я сейчас сидел от него пришло письмо где он сказал, что абсолютно с серебром и вообще миллиметроном надо покрывать серебром. Оказывается у серебра есть еще важная особенность с точки зрения теплопроводности при низкой температуре в отличие от улюбления и всего прочего. Он мне просто справочник прислал известный хороший чистый серебром а этот наш полтинникул сделан из замечательного чистого серебра. Такая перфорированная структура конечно не является материалом она имеет резонансов краткость там она сделана таким образом чтобы резонировать в некоторой чистоте и вырастом это определяет его полосно распускающий восклик вот оно так и сделано да здесь речь идет о сетке в том что сетки являются фористическими они хорошо отражают на любой чисто тех того диапазона с которым мы работаем но пара сеток она уже на некоторых сетках в силу сетках ваша структура как раз и была сделана то что вы рисуете в полночном мяду интеллекту глубокие характеристики это не совсем так то есть здесь идея в том что мы можем сохранить структуру бережнего поля и несмотря на то что она не частота но структура поля это место не должна и мы можем интегрировать сетки ну нужна 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 это не совсем металл или как бы сейчас все материалы называются любым давлением не очень исходят можно это хорошо коллеги но мне кажется мы опять на наших вопросах нажимаемся на другой жанр и мы умеем искусить а короче какого у нас уже по времени есть если больше нет вопросов мы сначала давайте есть еще нет тогда поблагодарим докладчик еще раз и так даже раз то что